Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Люди делятся на любителей чая и любителей кофе. Я чаевник. Вы не представляете, как я здесь в Испании без нормального чая страдаю. Здесь сплошные кофеманы кругом. Зайдешь в магазин, полки с чаем заставлены огромнейшим количеством разных травяных сборов в пакетиках. Нет, вы сейчас скажете, что в пакетиках тоже нормальный чай бывает. Меня угощали очень дорогим в шелковых пакетиках. Нет, это не мое. Канал растет и мало-помалу начинают подтягиваться разные рекламодатели. И некоторым из них я отказываю. И не потому отказываю, что считаю, что вам это не понравится. Еще чего. Главное, чтобы мне нравилось, правильно? Отказываю потому, что считаю, если какой-то продукт мне не нравится, мне не подходит, то я не смогу на камеру его прорекламировать. Я не смогу убедить вас, что мне это подходит, мне это интересно, для меня это хорошо. Но не актер я, не могу и не умею играть на камеру, не умею врать. Ко мне обратился руководитель компании «Мой чай» Сергей Шевелев. Он ведет образовательный блог о чае. Компания «Мой чай» — это 11 чайных клубов по всей России. Это профессионалы. Там ассортимент отличный, как чаев, так и посуды. А сейчас, когда оплаченные Сергеем 15 секунд прошли, хочу сказать от себя. Его блог — это не какое-то нудное сидение перед камерой. Это реально интересно. Он путешествует по Китаю, по чайным регионам. Он показывает, как растет чай, как его собирают, как он сам его собирает. Как он его пробует с разными товарищами в этом самом чайном регионе на этих плантациях. Это классно. Я там, скорее всего, никогда не побываю, поэтому мне было это очень интересно. К тому же, Сергею удалось создать очень такую теплую атмосферу в своем блоге. Я, честно говоря, позавидовал даже. Когда я смотрел этот ролик, только не смейтесь, у меня создалось впечатление, что я не ролик смотрю, а какой-то хороший чай пью. Потому что и умиротворение такое, и тонизирует. Какая-то очень доверительная атмосфера такая создалась. Реально интересно. Слушайте, даже если вы не чаевник, даже если вы кофеман, не будьте чайником. Загляните к нему в блог. Это интересно. Это образовательно. В конце концов, в следующий раз, когда соберетесь чай себе выбрать, возможно, благодаря знаниям, подчеркнутым у Сергея, у вас получится сразу выбрать именно то, что вам нужно, и не нарваться на какую-то ерунду. Ах, еще раз, загляните. Реально здорово. Как я уже неоднократно говорил, иногда у меня возникает непреодолимое желание съесть какую-нибудь сладость. Желательно выпечку. Это может быть печенье, маффин, бисквити какой-нибудь. В Испании... Нет, не буду говорить за всю Испанию. Но вот в нашей провинции, в Аликанте, очень много плантаций засажено миндалем. И, возможно, поэтому подавляющее большинство местных сладостей готовят именно с ним. Это могут быть миндальные пирожные, миндальные печенья, миндальные кексы. Да вот вам пример. Миндальный кекс. Тарта до Сантьяго. Наверняка слышали. Это самый классический представитель выпечки галисийской кухни. Короче, найти какой-нибудь не миндальный пирог в местных магазинах крайне сложно. Поэтому чаще всего я готовлю его сам. Ну, постоянно зрители канала знают прекрасно. Надо зайти, вот сюда щелкать в уголок, если еще не видели. Плейлист, пироги, тесто, выпечка и так далее. Там такого добра много. Сегодня хочу показать рецепт очень быстрого пирога. Ну, или даже, скорее, плюшки из магазинного слоеного теста. Согласен, выбор так себе. Но зато очень, очень быстро. А начинка будет маковая. Не знаю, как готовить ее вы, а я делаю это так. Вот у меня насадка для измельчения всего и вся. По сути, кофемолка. Теоретически, маковые семя надо растирать и распаривать. Ну, а я для экономии времени воспользуюсь электрическим девайсом. Обзор чудо-комбайна на канале висит давно. Заглядывайте, кому интересно, в описании видео. Ну, либо проходите по ссылке в правом верхнем углу экрана. Вот и все измельчение. А теперь немного сливочного масла. Ну, вот так будет нормально. Немного сахара. Чуть-чуть ванили. Это у меня ванильный экстракт. Можно использовать ванилин, ванильный сахар или стручок ванили распотронить. Ну, короче, кому что удобнее и у кого что есть. И чуть-чуть кипятка. И перемешать. По идее можно на 15-20 секунд в микроволновку отправить. Прогреть, так сказать. Ну, чтобы чуть-чуть распарить зерна. Но у меня, в принципе, они и так нормально доходят. Вы ориентируйтесь по своим. Все-таки разные семена мака по-разному высушенные. Сообразите. Надо попробовать все там с сахаром. Да, хорошо все с сахаром. Я точных пропорций указывать в описании видео не буду, потому что вкусы у всех разные. Кому-то нравится очень сладкая начинка, кому-то чуть-чуть подсластить и отлично сообразить. Вы же для себя готовите. Ну, а теперь собрать выпечку. Это у меня, как я уже сказал, слоеное тесто. Магазинное. Как вы понимаете, тут абсолютно не важно, какое брать. Дрожжевое или бездрожжевое. Я больше скажу. Даже именно слоеное брать не обязательно. А для того, чтобы тесто лучше склеивалось, его надо смазать разболтанным яйцом. Оно же потом пойдет и на смазывание поверхности. Да, и смазывать тоже совершенно не обязательно. Это вкусовщина чистой воды. Вообще, поверхность смазывает только для красоты. Тщательно склеиваю краешки. А теперь немного украшательства. Метода стандартная до нельзя, но очень простая. Можно сказать, неувидающая классика. Почти такая же классика, как плетенка. А теперь в духовку. Она у меня разогрета уже до 210-220 градусов. Естественно, что такой вариант украшательства подходит только для сухой начинки. Жидкое вытечет и намертво приклеит ваш пирог к противню. Я и с этой начинкой, как видите, использовал бумагу для выпечки. Ладно, подождем. Вот такая красота у меня получилась на выходе. Всего 2 минуты на начинку, 3 минуты на сборку и 15 на выпекание. И можно садиться за стол, наращивать сало на талии. Так пахнет ванилью. Теплая выпечка – это чудо. Берите на вооружение. Спасибо за компанию и всем пока.